Всем привет! Сегодня 19 марта. Ну, завлек нас процесс черенкования. Так он меня радует, все интересно. И, в общем, я решила воспользоваться способом с интернета почеренковать свой лимон. Этому лимону у меня уже 18 лет. Он кладоносит круглый год. Сорт я его не знаю, но подразумеваю, что это павловский. В общем, 18 лет ему уже, да, вот он все таким небольшим деревцем, то есть он растет высоким, стоит он у меня на окне. Круглый год он цветет, плодоносит. В общем, очень нам нравятся эти лимончики. Вот сейчас он как раз с лимонами. Но он вот одновременно и цветет, и плодоносит. Мне, конечно, больше всего даже нравятся не плоды. Было время, что мы в год снимали по 11 лимонов за год с этого деревца. Ну, вот сейчас на нем висит такой большой, он стоит на окне, а на стол поставили, кажется таким большим. Вот сейчас на нем висит два лимончика. Ну, и где-то там, как сказать, в задатках сейчас вот цветет что-то пустоцвет. Где-то вот завязались лимончики уже опять снова. Давайте вам разверну. Ну, вот здесь снова уже лимончики завязались. Но чаще всего вот три сразу лимончика не будет на одной ветке. Будет один или два. Ну, в общем, знаете, хотела сказать, он меня не столько урожайностью радует, а мне очень нравится, что он цветет круглый год. И это такой аромат на всю квартиру. И, в общем, я решила, поскольку ему уже 18 лет, говорят, что дерево лимонное живет 20-25-30 лет. То есть неизвестно, сколько оно будет жить. И поскольку мне этот сорт очень нравится, мой именно этот лимон, я решила его почеренковать. Способ будем проверять с интернета. Вот сейчас на нем наросли новые веточки, весна. И пока они еще не зацвели, я решила их покромсать и попробовать почеренковать. Вот сейчас выберем с вами веточки и сделаем череночки. Я не хочу трогать те ветки, которые сейчас отцвели, которые собираются плодоносить. Не хочу также трогать те ветки, с которых мы снимали уже в этом году лимончики. А вот именно сейчас мне, почему я сейчас решила черенковать? Потому что вот эти новые приросты, вот весна, вот появились новые приросты. Те, которые еще не цвели, те, которые еще молоденькие, зелененькие. Вот именно их я хочу зачеренковать. Вот сейчас выберем с вами. Ну что нам для этого нужно? Я взяла секатор свой огородный, продезенцифировала его. Или как сказать, не бойтесь, что вот он такой страшненький, он на улице лежит. Принесла его с улицы, продезенцифировала. И здесь у меня перлит. То есть это просто перлит, без земли. Он вот влажный. Даже, видите, вода надо немножко даже слить. Кому-то больше воды досталось, кому-то меньше. Просто я его прямо сейчас вот увлажнила. И еще нам нужна марганцовка. Ну вот. Это мне очень нравится веточка. Под 45 градусов сразу ее срежу. И мы ее... Вот секатор оказался не очень острым. Ну вот так вот я попробую. Обрежу. Вот сейчас лучше. Просто неправильно держала. Вот эти нижние листики я обрежу. Сразу же. И мы опускаем марганцовочку. Марганцовочка такой вот слабенький. Ну и даже не очень слабенький. На полчасика. Это не мой способ. Это я проверяю способ с интернета. Так. Возьмем еще... Ну вот давайте потоньше. Какой бы череночек. Какой не жалко. Ой, как вкусно пахнет лимоном. Даже вот ветки режешь. И то запах идет лимончика. Вот здесь хороший приростик. Возьмем вот такую. Поменьше. Веточку. Обрежем нижние листики. Оставим. Ну и давайте бог любит троицу. Давайте возьмем еще третий череночек. Ну вот. Здесь вот возьмем. Здесь даже можем этот листик обрезать. Ну вот. На полчаса оставим сейчас в растворчике марганцовки. Ну что. Берем наши череночки. Я думаю, что я все-таки сделаю так, как... чтобы не было особо испарения. Мы подрежем у него листики. Наверное, даже это лучше сделать ножницами. Анисикатором. Анисикатором. Ну вот. Сейчас мы опустим корневин, как всегда. И просто опускаем в перлит. Во влажный, влажный перлит. Немножко под углом, как обычно, садим череночки. Возьмем следующий. Более толстенький. Здесь такая хорошая, толстенькая. Даже не знаю, стоит ли от него отрезать листья. Как-то жалко. Давайте попробуем у этого большого листья не обрезать. А сразу отпустим его в корневин и перлит. Листья, конечно, большие, шикарные. Посмотрим. Ну и последний наш череночек. Тоже его. Это совсем молоденький. Видите, у него даже совсем зелененькие молоденькие листики. То есть, как бы вот на трех разных. И проверим. То есть, толстенький, более череночек. Средненький. И вот совсем-совсем тоненький. Ну и что, сейчас мы сделаем им тепличку. Как обычно, поскольку ни под какую бутылку тут не запихать. Я не буду пакет делать кверху. Чтоб не было узелка наверху. А сделаю вот так вот. Ну вот, почему я решила испробовать этот именно способ. То, что не в землю, а именно в перлит. Вот мне правда это очень интересно. Так что вот, рискнем. Ну что, встретимся с вами. Не знаю, наверное, через месяц буду наблюдать, следить. И покажем вам результат. Ну что, сегодня 13 июня. Можно сказать, мы про них вообще забыли. Потому что огород пока все сажали, пока все делали. Смотрите, с 19 марта ни разу не открывала, ни разу не поливала. Вот этот вот горшочек сухонький, да. То есть нету конденсата. Посмотрим, что. А эти так и стоят. Ну просто какой-то супер состав этого, как называется, перлита. Да, перлита. То есть он вот так содержит влагу. 13 июня, представляете. Ну давайте посмотрим, что же там произошло. Я уже приготовила горшки, думаю, что надо пересаживать. Зелененький, да? Ничего не изменилось. Ну вообще, ну прям интересно. Так. Второй. Зелененький. Это, по-моему, новые листики. Да. Да. Ну тоже зелененький. Ну здесь вот он не такой влажный. Видать, поменьше ему досталось. Ну ничего. Ну сейчас будем смотреть корни. Я буду высыпать прямо на стол. Уберу потом я это все. Просто даже не представляю, как оно там держится. У-у-у-у. У нас корни. У нас корни. Все. Мы научились размножать лимон. Я думаю, что такой способ мне очень понравится. Я сейчас его даже испытаю на розах. Поскольку сейчас лето. И инжир, и мне кажется, все так можно. В общем, очень интересное вещество. Я им, честно скажу, никогда не пользовалась. Это Андрей покупает только для своего винограда. Ну посмотрите. Ну все. Корень. Кстати, такой он совсем чуть-чуть влажненький. Три месяца, да, простоял? Три месяца. Ну смотрите, корни. Ну сейчас посмотрим третий. Здесь посуше, конечно. Да, видите, вот немножко корень поменьше. Ну, буду пересаживать сейчас в землю. Не буду даже их так сильно отряхивать. Сейчас пересажу. Приготовила горшочки. Простые такие горшочки. Потому что, наверное, поставлю на улицу даже в тенек. Не буду даже дома держать. Земля обычная. Я никогда со своими растениями не парюсь. Обычное, универсальное купили. Можно добавить этого. Перлита? Туда тоже? Конечно. Ну, нужно, в принципе, не мешать. Я хочу розовый него. У меня сейчас нового нет перлита. Я хочу розы черепомкануть. Так что все. Размножила, можно сказать, я свой супер лимон. Надеюсь, что ему уже ничего не грозит. Ну, все. Тут уже процесс обычный. Ничего тут интересного нет. Все сейчас запихаю в горшочке. Может быть, даже накрою еще пакетиком, чтобы ему резко так не менять условия. Ну, да. Я, наверное, дома все-таки оставлю. Сейчас же подоконники свободные от рассады. Оставлю дома и, наверное, накрою пакетиком. Так что все. Я размножила свой лимон. Сейчас покажу, какой у меня красивый лимон стоит. Ну, вот как выглядит сейчас наш лимон. Он, конечно, стоит сейчас на северном окне, поскольку из-за рассады он бы давным-давно созрел на южном. Но я его уже не трогаю. Не любит лимон место перестановки. Вот такой вот шикарный. Видите, желтеет, скоро созреет. Лимона у нас бывает до 300 грамм. А то и даже больше мы как-то взвешивали. И вот второй такой же бомбочка. Ну, и за это время вот он завел. Там растет тоже несколько лимончиков маленьких. Не хочется мне его вертеть. Ну, вот такие вот маленькие лимончики. То есть он круглый год. В общем, что? Всем здоровья! Всем пока! Размножайте лимоны. Оказывается, тоже это возможно.